Как сохранить шрифты в Powerpoint? Если вы всерьез заботились оформлением презентации, то скорее всего вы используете какой-то нестандартный шрифт, которого в Powerpoint по умолчанию нет. Нужно шрифт легко скачать и установить, но с этим связана одна неприятность. У вашего получателя скорее всего этого шрифта нет. В таких случаях Powerpoint заменит шрифт на один из стандартных и скорее всего неудачно. Дело в том, что ширина символов в разных шрифтах очень заметно отличается. Когда программа заменит шрифт, то с большой вероятностью возникнут проблемы с форматированием. Например, часть текста съедет в сторону и в целом слайд будет выглядеть неопрятно. Есть несколько решений этой проблемы. Первое. Вы можете высылать файл со шрифтом вместе с презентацией, но это, мягко говоря, неудобно. Если мы отправляем готовую презентацию для конечного читателя, например, комменческое предложение, то в этом случае мы сохраняем PDF и отправляем файл в этот формат. По сути, PDF это картинка. Поэтому ваш читатель увидит слайды так, как они выглядят на вашем компьютере, даже если у него нужного шрифта и в помине нет. Если нам нужно отправить редактируемый файл, то будем действовать по-другому. PowerPoint позволяет сохранять нестандартный шрифт вместе с презентацией. По сути, прямо внутри файла PPT. Читатель откроет презентацию, а ваш нестандартный шрифт будет корректно отображаться. Получатель сможет форматировать текст, изменять его, делать все, что ему нужно. Давайте посмотрим, как это сделать. Мы открываем самое первое меню настроек и выбираем вкладку «Параметры». Нас интересуют настройки сохранения. Ставим галочку в чекбоксе «Вставить все шрифты в файл». Мы рекомендуем отметить и второй чекбокс, внедрить все знаки. Сам файл станет немножко больше, но зато ваш читатель получит нестандартный шрифт вместе со всем файлом и сможет легко его изменять.